Почему я начал заниматься травмой? Потому что это было по судьбе мне предначертано, то есть мне это всегда интересовало и вообще это мое. Я пошел в университет, прямо вот уже зная, чем я буду заниматься, на ботанику. Травы должны быть в чистом месте и настроение должно быть такое чистое. Должно быть ощущение благодарности природе траве, что мы берем ее. Есть аксиома. Травы с гор, они лучше работают. И не так много регионов, где травы собираются. И это не просто голословное утверждение. Есть научные исследования. Если взять душицу с равнины, это Барнауль и Новосибирск, и горные душицы, это вообще разные. В ней просто селена больше. Это супер концентратор селена. Алтай – это горы. А горы – это масса лекарственных растений, высококачественных и которые доступны для сбора. То есть я тут живу, я за травмами почти никуда не езжу, я просто за ними хожу. Существует множество тонкостей. Можно траву пересушить, можно недосушить. То есть что-то вениками сушишь, что-то вот на день вынес, на ночь занес. То есть это прям такая, знаете, пляска. Вот как? Хорошую траву хорошо высушить. Ему нужно милосердие и сочувствие. Милосердие к растению, милосердие к человеку. Вдохновение какое-то, которое изнутри идет. Мы стараемся действовать своим примером. Мы свалку брали. Ну, там была свалка у нас в парике, и у нас сейчас там травы растут, телята эти бродят, все цветет, деревья растут, как бы все чисто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова